К середине сентября 1942 года южный фланг советско-германского фронта изменился до неузнаваемости. С мая по август немцы захватили обширные пространства юго-европейской части страны. Бои шли уже на Кавказе и в районе Сталинграда. По апрельской директиве Гитлера вермахт должен был взять Ленинград, в центре фронта продолжать удержание позиций, а основной удар нанести на юге для прорыва на Кавказ. Этот план для советского командования остался тайным. Наши войска в мае сами перешли в наступление в районе Барвенковского выступа. Это обернулось для них тяжелым поражением и большими потерями. И по существу попыткой наступления юго-западного фронта в районе Барвенковского выступа мы не то что спровоцировали немцев, но невольно создали благоприятные условия для решения им вот той основной стратегической задачи для реализации операции Блау, то есть захвата Кавказа. Красная армия по существу растратила под Харьковом в районе Барвенковского выступа и наступает на энергию и распылила значительные силы. 23 июля был создан Сталинградский фронт. В тот же день германская ставка принимает директиву, в которой ставится задача – овладеть Сталинградом и предгорьями Кавказа. С этой целью группа армий Юг делится на две группы – А и Б. Первая наступает на Кавказ, а вторая на Сталинград. Главным становится Сталинградское направление. Требовалось не просто уничтожить войска Красной армии, здесь в Большой Излучине Дона и под Сталинградом, но и перерезать Волгу как важную водную артерию, по которой в частности с Кавказа в центральную часть страны поставлялись нефтепродукты. Если бы немцам удалось сорвать доставку кавказской нефти, это означало бы абсолютный топливный голод Красной армии с катастрофическими последствиями для фронта. В эти дни немцы рвались к Сталинграду со всех сторон. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Гальдер подводит в своем дневнике итог немецким потерям за все время войны с Советским Союзом. С 22 июня 41-го по 10 сентября 42-го ранено, убито и пропало без вести всего 1 млн 637 тысяч 280 человек, из них 47 тысяч 966 офицеров. К середине сентября в воинские части были направлены почти 53 тысячи жителей Сталинграда. На предприятиях, продолжавших выпуск оборонной продукции, осталось примерно 6 тысяч человек. Сталин, крайне обеспокоенный ходом событий, направил 9 сентября в штаб фронта телеграмму, в которой сообщил, что по имеющимся сведениям, немцы намерены решить вопрос падения города за двое-трое суток. Жуков, по-моему, вместе с Маленковым, представителем Ставки, телеграфировал Сталину свои выводы о том, что те силы, которые имеются в наличии, их достаточно пока для сдерживания наступления немцев, но для коренного изменения обстановки, для настоящего контрнаступления сил и средств явно недостаточно. 10 сентября генерал Чуйков, будущий герой Сталинградской битвы, назначен командующим 62-й армии. В этот день фашистам удается прорваться к Волге близ местечка Купоросная, отрезав 62-ю армию от соседей. Много бед нашим войскам доставляла гитлеровская авиация. В те дни она совершала до 3000 самолетовылетов в день против 300 у советских ВВС. Особенно мощным немецкий натиск стал 13 сентября. Главной целью врага был захват Мамаева-Кургана, центральной части города. Сталинград стал для них целью номер один. Я думаю, что в первую очередь это и немцы нам показывают, тем, что перебрасывают войска, целая танковая армия. Это более чем серьезно с кавказского на сталинградское направление. Чувствуется, что сам ход событий превращает Сталинград в тот пункт, от событий, у которого будет зависеть ход войны в целом. 13 сентября фронт проходил в 800 метрах от командного пункта генерала Чуйкова. Когда все висело на волоске, в ночь на 15-е через Волгу переправилась дивизия Родимцева. Она сразу же втянулась в бои, носившие необычайно жестокий характер. Центральный вокзал несколько раз переходил из рук в руки. К концу дня трудно было сказать, в чьих руках Мамаев курган. К сентябрю упорство советских войск в обороне несколько повысилось. Эта картина отличалась в лучшую сторону от летнего периода поражений, когда дух наших войск сильно упал. Значительную роль в этом сыграл важнейший военно-политический документ. Приказ Сталина номер 227 не шагу назад, а 28 июля. Вот особое дело, и издана целая книжка документов, как раз из донесений в районе Сталинграда, отмечает падение, очень серьезное падение уверенности в том, что удастся удержаться на Волге. Причем в высказываниях военнослужащих, в переписке их уже появляются такие тыловые рубежи, как Урал, например. Что не удержались на Дону, не удержимся на Волге и придется отступать до Урала. В 227 приказе впервые с начала войны власть открыто сказала народу, что отступать дальше значит поставить страну на грань катастрофы. Сталин дал право всем командирам расстреливать на месте всех, кто отступает без приказа, невзирая на чины и звания. В Красной армии впервые с гражданской войны были введены штрафные части. Существовало предание, ходило по фронтам, что якобы все пошло с того, что кто-то, некий летчик отправился домой в тыл на побывку и застал жену с любовником. Убил, был приговорен к расстрелу и якобы написал Сталину, что товарищ Сталин с приговором согласен, но разрешите умереть в бою. И якобы Сталин задумался, а может быть он еще одного-двух немцев убить может. Позже вокруг штрафников родилось много укоренившихся ложных представлений. Например, в концентрированной форме их обозначил Владимир Высоцкий в известной песне о штрафных батальонах. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Какая рванина! В приказе 227 очень четко разграничено, кто и куда отправляется отбывать наказание. В приказе сказано, что в составе штрафных батальонов в качестве переменного состава отбывают наказание наказанные средние командиры и политработники. А рядовые и младший комсостав, то есть сержанты, отбывают наказание в отдельных штрафных ротах, формируемых при штабах армии. В отдельных штрафных ротах моральный климат был несколько другим. Туда, помимо рядовых и сержантов, направлялись арестованные в тылу и приговоренные к такой форме искупления вины. Штрафникам, этим чернорабочим войны, ставились наиболее сложные задачи. Прежде всего, это разведка боя. Самая, наверное, неблагодарная форма боя, когда фактически смысл атаки сводится к тому, чтобы спровоцировать противника на огонь по наступающим, с тем, чтобы выявить его огневые точки. Но с соответствующими потерями для тех, кто такую задачу выполняет. Это задача прорыв, задача штурма. Проведены более или менее подсчеты. На этот счет в среднем в 3-6 раз более тяжелые потери, чем в среднем в участвующих в таких же наступательных операциях, обычных стрелковых частях Красной Армии. Штрафные подразделения по существу были только стрелковыми. В них попадали независимо от воинской специальности танкисты, летчики, артиллеристы. В подобных местах собирались люди, чьи провинности отличались радикально. В принципе, подонкам из всех попавших, с моральной точки зрения, считали одного начальника, который пугал подчиненных девушек, военнослужащих, как раз отправку в штрафную часть. Того не знал, что женщин в принципе не отправляли, а это надо говорить. Но допугался. Какая-то из девушек доложила, и он сам отправился искупать. А остальные, несчастные случаи, допустим, командир эскадрильи, орденоносец, два молодых пилота врезались друг в друга. Все все понимают, но кто-то должен отвечать. Чрезвычайные меры подчеркивали крайнюю остроту ситуации и тот факт, что в борьбе с нацизмом страна и армия могли полагаться только на себя. В середине сентября рабочие профсоюзы электромашиностроения США подписали обращение с требованием ускорить открытие Второго фронта. Это приблизит победу и спасет миллионы жизней. Следует теперь же открыть Второй фронт, пользуясь тем, что 95% вооруженных сил Гитлера находятся на востоке. Такой была 65-я неделя войны.